Приветствую вас. Я думаю, что, во-первых, существует некоторое противопротворение между тем, что вы пишете, например, в заголовке своего текста, и тем, что вы пишете в самом тексте вопроса. Итак, как дать понять в мягкой форме, что любовник несостоятелен? Почему-то состоятелен у вас здесь помещено, слово «состоятелен» помещено в кавычках, непонятно зачем. Вот. В мягкой форме дать понять любовнику, что он несостоятельный, можно только своим отношением. То есть, иными словами, если вы высказите свое разочарование, если вы высказите то, что вам, например, там, допустим, неприятно, или высказите ему, допустим, там, откровенно негативные свои ощущения, да, то есть, типа, что вы, там, например, ожидали секса, а этого, допустим, не произошло. Ну, к примеру, я опять же говорю, к примеру. Вот. То есть, вот так можно, в принципе, дать любовнику в мягкой форме понять, что он несостоятелен. Но, с другой стороны, человек, он сам, в общем-то, скорее всего, понимает, что он несостоятелен лучше, чем вы. И тут у меня, на самом деле, больше вопросов к вам, почему вы хотите ему дать понять, что он несостоятелен. То есть, вот, вы считаете, что? Что он сам этого не поймет? Вы считаете, что он сам не способен осознать то, что он несостоятелен или как? То есть, вот, мне кажется, что это то, на что вам нужно обратить свое внимание, Ольга. Потому что, мужчины, такие вещи чувствуют достаточно остро, если, если, вот, есть предозрение, да, что, если он несостоятелен, то очень остро мужчина это делает. Вам не нужно это говорить. Другое дело, что, вот, вы сказали, что, там, человек употребляет много алкоголя. Но это, опять же, скорее всего, такое, знаете, статичное, условно говоря, да, то есть, это, это что-то такое статичное, в том смысле, что ну, вы в курсе были, что он употребляет много алкоголя. Вот. То есть, в принципе, то, что вы сказали ему, вот, то, что вы описали, это вполне достаточно. А меня больше интересует вот этот момент, связанный с тем, что вы начали думать на себя, да, что это с вами что-то не так и что у вас выработался комплекс. Вот это, мне кажется, очень серьезная такая проблема, потому что вы на себя приняли то, что живой человек не смог, это первое. Второе, мне не очень понятно, почему, ну, допустим, у него произошла неудача, да, ну, бывает, ничего такого в этом нет, да. Не очень понятно, почему он не попытался, например, удовлетворить вас, ну, другим способом, не обязательно через классический секс. Почему ничего не было. То есть, вот это уже больше свидетельствует о том, насколько, например, человек вас, к примеру, ну, насколько человек вас ценишь, да, и насколько человек вас, к примеру, не ценит. Вот. Что-то мне кажется, что здесь такая вот история, мне кажется, что здесь такой момент, что вы изначально как-то, как-то вот, ну, предрасположены, что ли, к тому, чтобы в себе видеть, к тому, чтобы в себе видеть какую-то вот неуверенность, да, и так далее. И получается так, что через любовника, возможно, вы пытаетесь решить какие-то свои проблемы, например, проблему, ну, например, проблему своей неуверенности в себе, например. Вот. Если это так, то это требует корректировки, потому что решение проблем через человека ничего хорошего не даст вам. Но только наоборот увеличит напряжение между вами. То есть, если у вас есть какие-то сомнения в себе, да, то эти сомнения, их нужно как-то вот, ну, поисследовать эти сомнения. Понимаете, эти сомнения нужно вот как-то, ну, проработать, чтобы вы, чтобы вы в себе стали более уверенным. Вот. Это вполне возможно сделать, это вполне реально сделать, вот, потому что, ну, объективно у любовника могут быть неудачи, особенно если он часто употребляет алкоголь, допустим. Вот. Ничего такого необычного в этом, к сожалению, нет. Другой вопрос, еще раз повторюсь, что, ну, другой вопрос, что вы вот как-то сразу на свой счет восприняли. Вот. И это, конечно, такая себе история, в том смысле, что это свидетельствует о наличии у вас противоречий. Вот именно у вас. Наличие у вас противоречий каких-то определенных. Вот. И с этим можно, можно работать. С этим можно работать. Вот. То, что вы пишете, значит, на утро следующего дня он написал ему смс-привер, голова, не болит тишина. А если не хотел меня видеть, зачем сделал тогда, хотел видеть. Хотел видеть Ольга, а это вас, к сожалению, опять же, дает о себе знать неуверенность в себе, вашу неуверенность, сомнения и страхи. Так что работа самооценкой, в первую очередь вам необходима. И вот с раскрытием более полного контекста ваших отношений с любовником. То есть, что вы хотите в контексте его отношений с ним и так далее. Ну, это все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если вам понравился он, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.